В эфире Спутник Беседа. Я Сусанна Оганаси. Смотреть на вещи чужими глазами означает по-новому взглянуть на привычные нам явления. Кроме того, смотреть на привычные нам явления чужими глазами означает выйти за пределы собственных ограничений, расширить и увидеть новые возможности, расширить кругозор и, в конце концов, развить креативное мышление. Почему иногда полезно посмотреть на привычные нам явления чужими глазами и как выглядит Ереван, и не только Ереван, но и Армения чужими глазами, в частности, глазами архитектора, инженера, причем не местного, узнаем прямо сейчас. Я хочу представить в гостях на радио Спутник экскурсовода Ирину Алексееву. Добрый день, Ирина. Здравствуйте, Сусанна. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что приняли приглашение. Прежде чем после моего краткого анонса мы перейдем по пунктам, ко всем тем точкам, почему действительно интересно посмотреть на привычные явления глазами не местного человека, начнем с того момента, как в вашей биографии появилась Армения и чем она вас привлекла сразу? Армения в моей биографии появилась намного раньше, чем я оказалась здесь впервые. Это случилось очень случайно, случилось случайно, но я вижу в этом какой-то знак, который, на самом деле, смогла расшифровать, считать уже только спустя несколько десятилетий, потому что с Арменией я познакомилась впервые заочно через книгу, через детскую книгу, автор Виктория Вартан, и книга называется «Армине». Я не знаю, все мои знакомые армяне, у которых я спрашиваю, они удивляются, они не знают эту книгу. Как она попала ко мне в руки? Я проводила лето в деревне, в России, собственно, где я и родилась. Не в деревне, ну, к бабушке меня отправляли. И мне было настолько скучно читать литературу, которую нам в школе задавали на лето, почему-то каким-то чудом я нашла на чердаке старые советские детские книги, и среди них была книга «Армине». Книга рассказывает о таких детских, юношеских годах девочки Армине. Она растет в Армении и живет в городе Лусаван, который сейчас называется Чарэнсаван, насколько я знаю. И состоит из таких коротеньких рассказов о ее какой-то дружбе, о ее проблемах, о ее школе и так далее. И на тот момент, там было не так много картинок, на тот момент меня эта история очень заинтересовала, потому что по возрасту мы с ней были практически ровесницы. Я узнала, что вот где-то есть Армения, что такое Армения, там, мне кажется, на тот момент еще не так далеко я географию изучала. Вот. И мне понравилось, я прочитала и почему-то очень хорошо этот момент запомнила. И когда уже спустя много-много лет я оказалась в Армении уже даже не впервые, а приехав сюда надолго, уже в 23-м году, я нашла эту книгу в интернете, я ее перечитала и поняла, насколько же спустя полгода на тот момент, где-то полгода жизни в Армении, я лучше понимаю, да даже слова, которые там написаны, что такое матнакаш, что значит собирать туту вот в покрывал, что такое мацун и как его делают. В общем, мне очень многое стало гораздо, ну, не говоря уже о каких-то топонимах, да, когда идет там рассказ про Ереван и так далее. Вот. То есть я это вспомнила, я поняла, что это было не случайно. И вот таким образом произошло мое первое знакомство, а вообще первый физический визит в Армению состоялся в январе 2020 года. В качестве туристов после Нового года, еще до ковида мы с мужем здесь оказались, с друзьями, замечательно провели время, очень понравилась Армения, очень много интересного для себя открыли. Но, конечно же, на ближайшую перспективу, а мы любим путешествовать с супругом, конечно, намерения прям очень скоро вернуться в Армению не было. Ну, вот побывали, впечатление сложилось, потом грянул ковид, и, конечно же, все мечтали о каких-то более дальних путешествиях, да, но потом сложилось так, что мы оказались здесь уже надолго, чему я очень рада. Действительно, очень интересная история и знаковая, если связать ее с книгой. Теперь попытаемся найти связь между желанием ознакомить местного и неместного туриста с Ереваном. И я плавно хочу подойти к той организации, которую вы представляете, Ереван глазами инженера. Во-первых, что это такое? Действительно ли члены вашей команды это профессиональные архитекторы, инженеры, экскурсоводы, или все это три в одном, что называется, немножко о вашей компании, и как вы в ней оказались? Да, действительно, я представляю сейчас здесь у вас в первую очередь проект Ереван глазами инженера. Мы просветительский проект. И в первую очередь у нас есть миссия, которую я хотела бы озвучить. Мы учим гостей наших экскурсий, наших лекций считывать и понимать язык городской архитектуры. Потому что мы считаем это важным, так как каждый день мы находимся вот в этой рукотворной среде, которую для нас придумали архитекторы. И будучи в родном городе или в городе, где мы оказались в качестве туристов, очень здорово понимать вот этот язык городской архитектуры, чтобы иметь возможность все настроиться с городом, что-то где-то прочитать между строк, что может быть неочевидно. И в общем, в этом наша основная миссия. Но есть еще очень важное дело, которое мы тоже видим как своей задачей. Наш проект — это подразделение изначально проекта «Москва глазами инженера». Сейчас проект «Глазами инженера» развивается очень стремительно. Открывается в разных городах России. Сейчас мы представлены в Петербурге, Москве, конечно, в Казани. За пределами России, в Грузии, в Армении и в Сербии. И, конечно, во всех этих городах и странах мы преследуем еще одну задачу, пытаясь донести до наших гостей, которые приходят к нам на экскурсии, а к нам приходят как туристы, так и местные жители в Москве и Петербурге. Это совершенно точно так уже, это такая тенденция. Мы пытаемся работать над формированием общественного запроса у непосредственно горожан, у жителей города. Что бы они хотели посмотреть и узнать? На сохранение и содержание в хорошем состоянии архитектурных памятников. Как вы понимаете, у нас основной фокус на архитектуру. И в России, и за пределами России, особенно на пространстве СНГ, порой очень такое посредственное, если не сказать равнодушное отношение к сохранению памятников архитектуры разных эпох. А это важно. Важно сейчас их идентифицировать, понять, что эта ценность представляет для городского населения, для истории, для изучения истории города. И, в общем-то, сделать всё, чтобы сохранить это для будущих поколений горожан, чтобы это здание могло и им что-то рассказать через 10-20 лет. Это очень важно. И в Москве у нас уже есть удачные примеры. Если это интересно, могу рассказать и про них. Но вот сейчас мы активно стараемся приглашать именно горожан, ереванцев на наши экскурсии. Потому что, конечно, пойти на экскурсию по собственному городу, вроде бы как будто я тут всю жизнь живу, я тут всё знаю, как будто бы не очень интересно. Но поверьте, даже ереванцы, которые уже были у нас на экскурсии, и вас мы тоже приглашаем. Спасибо. Вот. Удивляются и благодарят за то, что узнают такие подробности о жителях города, об архитектуре города, которые они никогда раньше не слышали, и они очень благодарны за это. И есть какая-то такая толика восхищения в этих приятных отзывах, что, ребята, спасибо, что вы вот так извне, как бы немножечко под новым углом посмотрели на наш город, на нашу страну, и что-то даже нам приоткрыли какие-то тайны Еревана. То, о чём мы не знали. Ирина, действительно, у меня сейчас возникает очень много вопросов, я постараюсь их как-то сейчас выставить в очередь. Начнём с того, что без лишнего фанатизма и национализма. Хочу спросить, насколько удаётся человеку не местному душевно и вот как местный человек рассказать о чужом городе, да, вот будем называть вещи своими именами. Или в этом вся фишка, потому что это может играть тоже как бы привлекательную роль. Человек не местный, так одухотворённо рассказывает о нашей архитектуре, о нашей истории, культуре, традициях и так далее. Вот насколько это удаётся. И вот основная ваша целевая аудитория, если можно так сказать, это больше всё-таки туристы или местные граждане тоже занимают определённую нишу? Начну, наверное, со второго вопроса, да. В основном сейчас к нам ходят, ну, во-первых, скажу сразу, все экскурсии у нас на русском языке. Есть вариант одного из маршрутов, сейчас уже в полной мере мы готовы проводить его на английском языке. Мы также планируем работать над тем, чтобы иметь возможность для иностранных туристов из государств, где не владеют русским языком, тоже проводить наши маршруты. Сейчас в основном, основная наша целевая аудитория, это туристы из России, из стран СНГ русскоговорящих, это живущие в настоящий момент в Армении россияне и достаточно редко, но всё-таки к нам приходят ереванцы. Как я уже сказала, мы будем рады расширять вот этот пул горожан, именно который к нам приходит, и мы хотели бы действительно, чтобы к нам приходило больше ереванцев. Что касается рассказывать про город... Чужую страну, про чужую страну, про чужую культуру. Ну я, кстати же, вот недавно с мужем обсуждали, что... и не могу сказать, что Армения для меня какая-то уже инородная даже, потому что настолько какие-то вещи за полтора года, что я здесь живу, просочились. Например, можете привести пример? Ой, в языке мы очень часто с мужем друг к другу... Сначала мы учим армянский язык уже примерно год, прогресс не очень большой, честно скажу, но это больше такое с нашей стороны, во-первых, это дань уважения, и с первых же дней в Армении видишь, как расцветают в улыбке лица, когда ты говоришь хотя бы «Барэвдзес» без ошибки, или ещё лучше «Шнуракалусун». Не знаю, насколько у меня до сих пор не очень хорошо получается, но «Барэвдзес» очень частая ситуация, садясь в такси, я здороваюсь с водителем, он видит меня исключительно сзади, а потом продолжает по-армански, говорю, извините, пожалуйста, я не всегда могу поддержать разговор. В общем, с мужем в разговоре использую «Мапресс», «Айо», ну вот такие какие-то маленькие, вообще слова-междометия, слова какие-то, вот такое. Я не представляю себе свой какой-то там, не знаю, рацион условно, ежедневный без Мацуна. Какие-то вещи, не знаю, вот сейчас уже даже сложно идентифицировать. Но, конечно, когда я присоединилась к проекту и начинала только проводить экскурсии, у меня безумный был комплекс с синдромом самозванца. Мне казалось, что я не имею морального права выходить на улицу города и рассказывать что-то людям, даже не местным, про историю этого города. Но, во-первых, со временем приходит уверенность, накапливаются знания, потому что ты постоянно живёшь в этой среде, ты общаешься с людьми. И вот сейчас я уже... Ну, я сейчас, и я год назад, это совершенно разные такие... Один маленький такой сундучок знаний об Армении, об армянской культуре. Сейчас это уже такой огромный сундук. И мне нравится этими знаниями делиться. По поводу... Безусловно, мы делаем это всё с уважением к армянским традициям, к культуре. И, я знаю, существует множество очень деликатных вопросов и международных, политических и так далее. Мы стараемся их не касаться, потому что всё-таки мы про архитектуру, про искусство, про то, что людей объединяет. Стараемся обходить острые углы, потому что приходят разные совершенно люди на экскурсии. Экскурсия — это не место для какой-то общественно-политической дискуссии. Что касается ещё какого-то свежего взгляда, безусловно, он есть. Потому что я, например, помню экскурсию по Еревану в 2020 году, которая у нас... Для вас. Да, с ним уже случилось. Ереван нас тогда, кстати, встретил очень плохой погодой. Арарат нам так и не показался. И мы очень много запомнили из той экскурсии. И фамилия Туманян со мной с тех пор она вот очень... С тех пор я его запомнила. И не путала с Туманяном, что важно. Что важно, да. Но мне кажется, что большинство... Во-первых, я хочу отметить, что у армян, по сравнению со всеми, возможно, другими народами, я не хочу никого обижать, больше погружение в собственную историю, традиции и культуру. Вот если спросить, наверное, в России, где-нибудь даже в городе Ярославле, человека, какой у вас самый любимый древний русский князь, вспомнит не очень много имён, честно. Ну и скажут что-то очень известное. А в Армении очень много знаний и о древней, и древнейшей истории Армении и так далее. Поэтому здесь как бы приехать со стороны, начать рассказывать что-то как бы ещё тяжелее, очень сложно. Поэтому мы стараемся вот своим каким-то новым взглядом, своими, возможно, какими-то параллелями, которые мы можем провести, потому что мы из другой культуры. Ну, не немножко, а всё-таки, да, из другой. Тоже зацепить, подсадить, скажем так, слушателя на крючок такой, да, на котором он захочет оставаться до конца экскурсии. И вот этими вот какими-то приёмами при этом у нас очень... Не то, что мы там шутки и смех на экскурсии, у нас очень глубокая база историческая. Мы действительно проводим большую работу в подготовке наших экскурсий. Вот упустила момент в одном из предыдущих вопросов, вы спросили, из кого состоит команда. У нас, ну, вообще-то основатель проекта «Глазами инженера» Айрат Бугудинов, он инженер по образованию, поэтому так и проект называется. Некоторые, кстати, современные айтишники думают, что у нас в Ереван глазами другого инженера, который айти-инженер обычно, да? Но нет, здесь у нас всё по классике. В традиционном планете. В традиционном планете, да, конечно. Конечно. Но среди вот коллег в Ереване у нас нет инженеров-архитекторов. Просто проект так исторически называется. Фокус у нас на архитектуру, как я сказала. Но среди наших коллег историки, искусствоведы, просто энтузиасты, исследуется ли архитектура. Поэтому мы всегда, готовя экскурсию, проводим большую работу, мы изучаем большое количество источников. Если не находим их на русском, обращаемся к коллегам, кто может прочитать, помочь с армянскими источниками. С большим объёмом какой-то, ну не буду говорить печатной периодики, но средств массовой информации, которые в интернете, да, сейчас в основном. Мало кто читает газеты, всё больше читает в интернете какие-то публикации. С публикациями разных лет работы. Поэтому помимо нашего взгляда извне мы достаточно глубоко погружаемся изнутри во всё то, что нам доступно, что мы можем изучить. И мне кажется, вот этот микс, это и есть что-то новое для армянского и ереванского, в частности, туристического рынка. Потому что, ну не зря же говорят, все мои знакомые, когда приезжают в Ереван, в Армению, ой, да тут каждый таксист экскурсовывает. Это правда, это только честь и хвала таксистам, и вообще людям на улицах, потому что, как я уже сказала, армяне очень дрожат своей культурой, её берегут, передают из поколения в поколение, и историю тоже хорошо знают. Но у нас такой немножечко более специфический подход, более узкоориентированный. Вот насчёт специфики. Я изучила вашу страничку, где в анонсировании вашей деятельности указан ещё такой важный момент. Передаёте историю через призму историй и личностей людей. А как вы их находите? И как можно вот через историю людей, личную историю передать историю целого города, архитектуру того или иного здания? Ну, история города – это всегда история его жителей. Потому что, конечно, вот архитектура, на которой мы в основном сосредотачиваемся на наших экскурсиях, это городская среда, это ткань города. И в Ереване она очень интересная, неоднородная. И Ереван, по сути, будучи такой молодой, скажем, столицей Армении, город-то, конечно, очень древний, но столица всего лишь… Древняя Рима, как известно. Да, всего лишь, что с небольшим лет город является столицей, поэтому можно сказать, что Ереван – молодая столица Армении. И в основном, если говорить про застройку Еревана, это застройка советского периода. Очень немного сохранилось дореволюционной и более древней застройки. Но, по сути, из такого совсем древнего это только конд. И хорошо, если его удастся сохранить. И архитектура – это хорошо, но её же тоже создают люди. И прежде чем они оказались здесь и начали создавать эту архитектуру, их же что-то привело в Ереван. Они же, насколько я уже знаю, имея некий багаж, изучая биографии и того же Томаняна, и Сарьяна, ну, Сарьян – не архитектор, конечно, но невероятная величина, Томаняна, архитектора Николая Бунятияна и других-других архитекторов, про которых мы рассказываем, особенно первых десятилетий советской власти, они же… Мало кто из них родился здесь, вокруг Еревана. Они родились в других частях Российской империи и оказались здесь ввиду определённых обстоятельств. Что их сюда привело, в какой период, что послужило каким-то… какой-то основой для их творчества на этом новом этапе их жизни, потому что в большинстве случаев им пришлось создавать новое на фундаменте примерно ничего, потому что Ереван очень специфической столицей был, да, в 1918 году и уже чуть позже, когда его объявили столицей Советской Республики. И это всегда очень интересно. И людям всегда интересно слушать про людей в том числе. Поэтому сколько угодно можно рассказывать про красоту фасада здания, про причудливые… и употреблять причудливые, витиеватые какие-то архитектурные термины. Но если не сделать вот эту вот сцепку архитектора, человека, который стоит за этим зданием, а может быть этот архитектор еще в вашем родном городе что-то построил. Вот москвичам всегда очень интересно слышишь, что в Москве можно до сих пор посмотреть на здание построено по проекту Александра Томаняна. Томаняна, Алабяна, конечно, очень много. А как они удивляются, когда узнают, как начиналась карьера Алабяна, что он строил в Ереване. То есть это такие немножко тоже шок-контент. Вот, да ладно. И фишки определенные, да? Да, да, определенные фишки, вот эти вот крючки, с которыми люди… Конечно, мало кто запомнит годы строительства зданий, может быть, даже стили. Это не столь важно, да? К нам приходят любители знатоки определенного архитектурного стиля или определенной архитектурной эпохи, но в основном это просто интересующаяся публика, и, скорее всего, они не запомнят год строительства или, может быть, даже фамилии не всех архитекторов. Но если в их голове это связать с чем-то более знакомым, понятным, они выйдут с этим и потом будут рассказывать. Ой, представляешь, там, в следующий раз, когда человек будет идти по Садовому кольцу и увидит табличку, что здание построено по проекту Александра Таманова, в скобочках Таманяна, они скажут, ага, это тот самый, который, вот. И это очень интересно, здорово. Прям видишь, как у людей вот такое вот ясно иногда бывает. Ирина, вот на сегодняшний день какое открытие, на ваш взгляд, вам удалось сделать в плане экскурсии архитектурных историй, которые до сегодняшнего дня не были столь известны? И если можно ответ связать, еще с какими трудностями вам приходится сталкиваться? Я скажу, безусловно, трудности есть. Начну, да, с первого вопроса. Здесь я буду говорить со своих коллег, которые проводят у нас одну из самых популярных экскурсий по Еревану. Называется «Буржуазный Ереван. Город до революции». У нас есть несколько маршрутов городских в пределах Еревана. И тут у нас прекрасный, замечательный таймлайн выстраивается, во-первых, с точки зрения архитектурных эпох, потому что есть экскурсия по дореволюционному городу, дореволюционной архитектуре это «Буржуазный Ереван». Дальше авангард 20-30-х годов. Сталинская архитектура это уже 40-е и 50-е годы. Архитектура советского армянского модернизма 60-е и 80-е. Таким образом, вот у нас есть наши лояльные гости, кто действительно по порядку приходит, вот так вот узнает разные архитектурные эпохи, как они проявлялись в Ереване. Также есть тематические экскурсии по конкретным районам города. Ну, Конд это просто любовь, это сердце Еревана, одна из самых популярных наших экскурсий. И также очень интересная экскурсия, она также посвящена архитектуре, но в конкретном районе, который мы называем Силиконовая долина, Кремниевая долина Советского Союза. Это Конакер. И вот по всем НИИ бывшим, ну, какие-то еще продолжают действовать, как НИИ, экскурсия, посвященная архитектуре для науки. Это то, что касается непосредственно Еревана, за пределами Еревана. У нас есть уникальные экскурсии загородные с выездом, опять же, продолжение темы архитектуры для науки, с поездками в Бюроканскую астрофизическую обсерваторию, в научный центр Арагац, где уникальный, единственный в мире радиотелескоп Геруни, к сожалению, не работающий. То есть у нас вот эта архитектура, она наполняет все экскурсии, конечно же, неразрывно, идя рука об руку с истории той или иной области, если это за пределами Еревана, города, если это внутри города, мы стараемся делать такой интересный микс. Я вожу другие маршруты, у меня более поздние архитектурные эпохи, архитектура авангарда и уже архитектура советского модернизма. Так вот, вот эта вот история с дореволюционной застройкой, с историей дореволюционных зданий, которых в Ереване, надо сказать, очень немного сохранилось, еще вот, условный период Российской империи, будем говорить, с 1828 года и до 1917. И вот здесь, мне кажется, мы действительно какой-то прям клондайк открыли, потому что очень много даже ереванских экскурсоводов приходило к коллегам на экскурсию, и вот это как раз тот случай, когда всю жизнь проработав экскурсоводом в Ереване, и возможно даже что-то зная про те или иные здания, которые, к сожалению, продолжают исчезаться с улиц города, ты узнаешь еще глубже про семью, про какие-то тонкости, связи и прочее, прочее. И вот это было прям открытие, это было действительно и остается одной из самых популярных наших экскурсий. Про сложности, опять же, вот уже прозвучало у меня, что здания очень часто исчезают, к дореволюционной застройке вообще достаточно такое очень небережное, скажем, деликатное отношение, поэтому иногда приходится, но это касается не только дореволюционных зданий, иногда приходится сталкиваться с тем, например, еще одной коллеге, которая проводит маршрут по Канакерским НИИ, тоже очень интересный специфический маршрут, она писала технологическую карту, готовила экскурсию, выбрала там определенный объект показа, но к моменту, как экскурсия стартовала, его снесли, потому что там начинают строить что-то новое, какой-то бизнес-центр, по-моему, или что-то еще. То есть мы сталкиваемся с таким, или, например, на той же самой экскурсии по Буржуазному Еревану мы рассказывали и показывали дореволюционную дверь, которая сохранилась на улице Пушкина, дом 4, которую совсем недавно отреставрировали. И с одной стороны, вроде бы, хорошо, что отреставрировали, но выглядит это... Потеряли дух эпохи. Да, там действительно восстановили, как будто бы дореволюционную, ну, как будто бы восстановили, то есть не изготовили заново дореволюционную фурнитуру, но вся прелесть этой двери заключалась еще и в том, что наряду с дореволюционной фурнитурой, там было два поколения советской фурнитуры, которую, конечно, уже никто не будет туда восстанавливать и устанавливать, а это же тоже такая примета времени. Это тоже очень ценный момент. И вот, к сожалению, теряем такие же мчужины иногда. И, конечно, уже когда стоим и рассказываем напротив этой двери, она уже не выглядит такой уникальной, такой исторической. Вот. Ну, ничего. Случались истории, когда вам удавалось сохранить, то есть не опыт наблюдателя, а опыт непосредственного вмешательства в сохранение той или иной архитектуры? Или таких попыток не было? Пока нет, но совсем недавно мы мониторим еще с коллегами различные новости городские, да, и вот недавно была вроде бы новость, что мэрия Еревана планирует обратить более пристальное внимание на именно дореволюционные здания, будет выявлять их собственников и, в общем, будем как-то с ними взаимодействовать. Вот, если нас слушают собственники дореволюционных зданий или представители мэрии Еревана, мы вас тоже приглашаем к себе на экскурсию, особенно, ну, в данном разрезе будет интересно буржуазный Ереван, конечно, посмотреть, чтобы понять, насколько эти здания действительно ценные. Но мы работаем над тем, чтобы действительно сформировать, вот как я сказала, общественный запрос у горожан, чтобы горожане сами понимали, ну, условно, выходили на улицы и... Ну, ладно, не выходили на улицы, это не очень хорошая ассоциация, но, как бы, условно, была такая потребность на сохранение, реставрацию и содержание в хорошем состоянии памятников, потому что я знаю, что вот прежде была история с летним кинотеатром, с летним залом кинотеатра Москва, когда как раз общественность отстояла его, но, к сожалению, отстоять отстояли, но пока дальше дело не продвинулось, то есть он по-прежнему в плачевном состоянии. Вот, просто приходя на экскурсии, узнавая больше, погружаясь в историю здания, конечно, каждый конкретный гость, каждый конкретный человек и горожанин поймет, насколько важно это сохранить. Вот, я говорю, в Москве есть такие примеры, когда действительно удалось жемчужины, архитектура авангарда, сохранить благодаря тому, что поднялся общественный интерес. Люди просто начали ходить на экскурсии туда. И здание не снесли, его сохранили, даже отреставрировали. Конечно, очень важный опыт. Ирина, подытоживаю нашу сегодняшнюю встречу, беседу, чем вы в ближайшее время попытаетесь заинтересовать туристов, гостей столицы, местных жителей, и что в ваших самых ближайших планах? Мы в самом ближайшем будущем планируем с коллегами анонсировать новую экскурсию, новый маршрут по Еревану. Как я уже сказала, наши основные экскурсии, они все посвящены в основном архитектуре, то есть это как городские экскурсии по Еревану. У нас больше шести пешеходных маршрутов, маршрутов, еще есть маршрут автобусно-пешеходный за пределами Еревана. Мы также уделяем внимание архитектуре, но вот та экскурсия, которую мы планируем анонсировать, она будет отличаться, потому что это как раз будет история города. Это будет такой психологический портрет Еревана, который очень древний, но в то же время всегда остается молодым. И там как раз будет очень много историй горожан, ереванцев разных периодов, о том, чем жил Ереван, где проводили время ереванцы. Мне кажется, это будет очень интересно даже самим ереванцам. У нас уже есть в портфеле один такой интересный формат, как аудиоспектакль, который тоже рассказывает историю Еревана сквозь разные десятилетия, но это очень интересно. А кто его представляет? Гибридный формат. Экскурсоводы? Да, у нас это наш совместный проект Ереван глазами инженера и еще один проект Talk City называется. Ребята, которые именно делают вот эти аудиоспектакли. Гости надевают наушники, записан определенный нарратив, который они слушают. У них есть проводник, собственно, экскурсовод, который показывает. Это все движение, это не спектакль в определенном месте. для ваших ушей, а дальше все, что вы себе навоображаете. то есть это вот разгоняет ваше воображение, при этом все это происходит на улицах города, под потрясающий саундтрек музыкальный, классный формат, он такой гибридный. Вот, мы сейчас планируем запустить еще такую более классическую версию экскурсии с экскурсоводом, который показывает еще всякие исторические фотографии, портфель экскурсовод, это тоже очень важно, потому что ты смотришь на здание и не очень понимаешь, как оно выглядело при строительстве. Вот мы очень часто, конечно, ищем исторические фотографии и стараемся вот показать, заинтересоваться, как изменилось, да, тоже такой интерактив сразу же с гостями. Вот, поэтому в ближайшее время конкретно, лично мои усилия будут направлены на то, чтобы эта экскурсия появилась, потому что это будет моя авторская, мой авторский дебют в Ереван глазами инженера. Надеюсь, уже в сентябре она будет в нашем расписании. Ну и в целом мы планируем не сбавлять темпы с коллегами, вот, всячески продвигать наш проект, знакомить людей с нашей миссией, выходить на разные площадки, где возможно об этом заявлять, громко говорить, и спасибо, что пригласили нас. Я думаю, что у нас будут появляться еще новые-новые маршруты, потому что Армения, несмотря на то, что это очень компактная страна, но это такая страна просто вот, она очень разнообразная, разнообразная природная, разнообразная архитектурная, ну и тут еще очень большое поле для деятельности. Я думаю, что мы займемся в самое ближайшее время. Ирина, какое самое любимое место у вас в Ереване? В Ереване? Так, я очень люблю свою квартиру, свой балкон, потому что там потрясающий вид на Арарат, и Арарат это моя действительно искренняя, большая любовь. Ну, абстрагируюсь от того, что это, конечно, не территория Армении сейчас. А в самом городе мне очень нравится пересечение улицы, забыла, это улица Туманян, и вот в нее упираются улицы Парпецы, по-моему. Если я не ошибаюсь, там такой, для меня это небольшой такой Париж. Там науглук блинная с красными столиками, прилавок с цветами, и там постоянно какой-то такой вот очень парижский вайб, модное слово, да, сейчас. И мне кажется, действительно, таких вот, именно каких-то французских ноток, очень много до сих пор можно найти в Ереване, и я знаю почему, очень большое влияние репатриантов с Францией, и это очень здорово. Ну и вообще можно найти маленькие разные детальки, и по Еревану путешествовать, как по всему миру. Очень интересно. Интересное определение путешествовать по Еревану, как по всему миру. Ирина, спасибо вам. Спасибо вам огромное. что приняли приглашение, и, конечно, за ту любовь и трепет, с которым вы относитесь и рассказываете о Ереване, об Армении. Большое вам спасибо за это. Спасибо большое. Я думаю, что с появлением новых маршрутов, новых идей у нас будут поводы для новых встреч. Была очень рада, спасибо. Спасибо вам. Дорогие слушатели, напомню, сегодня у нас в гостях была экскурсовод, член команды проекта Ереван глазами инженера Ирина Алексеева. С вами была Сусана Оганесен. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова